Шонтейнер пошел. Хотелось предложить вам сделать что-нибудь очень полезное. Что-то такое, что вы могли бы использовать каждый день, радоваться этому, чтобы оно помогало. Поэтому однажды я посмотрел канал Hartwood, если Михаил меня смотрит, большой привет. И он подробно рассказал о том, как сделать стружкоделитель. Что я и сделал однажды. Но емкость из-под краски, которую я использовал в качестве стружкозборника, оказалась очень слабой. И в результате сильного вакуума, который создаётся в момент работы пылесоса, подседменного к этому фильтру, она превратилась в такую бесформенную вещь. Поэтому мы сегодня будем делать новый стружкоделитель. много из-за того, что ту емкость, которую я буду использовать, она по диаметру не подходит. Но тем не менее, мы можем посмотреть сразу, что у нас получится в итоге. Чтобы вы понимали, интересно ли вам смотреть дальше. Это горизонтальный фильтр циклон. Сюда подключается трубка от самого пылесоса. Сюда подключается трубка, ведущая к вашему инструменту. Фильтр очень качественный. Горизонтальный фильтр циклон гораздо эффективнее, чем вертикальный фильтр циклон. Поэтому вы сможете использовать даже для своих работ в мастерской обычный бытовой пылесос. Итак, что нам понадобится для сегодняшних работ. Толстая фанера. Можно использовать для верхней крышки 8-слойную фанеру. Для нижней крышки рекомендую потолще. Хотя бы 12-слойку. У меня есть только тонкая и толстая. Поэтому я сегодня буду использовать только толстую для этих стенок. Это будет 15-слойная фанера. Тонкая фанера. Трехслойка. Обязательно именно трехслойка. Чтобы она легко гнулась. Для стенок фильтра циклон. Что-то, что будет служить емкостью для сбора стружек. В моем случае это бак от старой стиральной машины. Фрезер. Также, чтобы резать фанеру нам потребуется пила, лобзик или циркулярка. Клей для столярных работ. Много клея. И кисточки для удобства. Что-то, что можно использовать как циркуль для фрезера. Линейка. Ну и карандаш, естественно. Ну и разные фрезы. Ну и герметик. Герметик по желанию. Я его использую, чтобы дополнительно загерметизировать все-таки. Да. Прежде чем мы начнем, хочу вас предупредить, что видео 4+. Связано это не с тем, что здесь будут какие-то странные слова произноситься во время проведения этих работ. А с тем, что большинство макетовского инструмента замечательно справляется. Любой ребенок, например, мой четырехлетний сын. Прекрасно справляется с фрезером и с лобзиком. Поэтому будьте аккуратнее, чтобы не услышать потом от детей. Папа, купи мне такую же штуку. Я тоже хочу так делать. Начнем. Начну я с бака. Внутренний диаметр бака 40 см. Именно он будет использоваться для сбора всего строительного мусора. Плюс я хочу сделать напуск сверху. Вот за эти технологические крепления, которые остались, здесь 34 мм. Соответственно, общий диаметр всего круга, который мне необходимо вырезать для низа фильтра, будет равен 46,8 мм. Точка 23,4 отложена с обеих сторон. Соответственно, край. Когда мы будем настроить фрезер, мы будем опускать фрезу так, чтобы она была по краю. И куда она пройдет и учертить ровно круг. Я буду использовать фрезер в паре с самодельным циркулем. Как сделать циркуль, вы можете посмотреть на канале Hardwood. Для вырезания круга будем использовать динкорскую 8-мм фрезу. Давайте установим. Итак, я опустил фрезу. Она касается сейчас четкой оси. И фиксирует барашки в циркуле. Оп..., далее. Фрезвер SWA Фав... Филь... Горlem... Фезверannah... Филь... 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 Итак, у нас есть уже две крышечки. Одна из них верхняя, одна нижняя. Есть бак. Толщина уплотнитель для меня здесь, ну то есть вот эти стеночки 7 мм. Я хочу, чтобы колечко плотно садилось прям внутрь. То есть я сейчас делаю пазик под посадку этого кольца, чтобы крышка не съезжала туда-сюда. Поэтому я сейчас буду делать 8 мм фрезой, у меня не 7 мм, а вот этот пазик с внутренним диаметром где-то 39,9 мм. Вот, и на глубину 4 мм. Не забываем, что это внутренний диаметр. То есть фреза должна будет располагаться вот здесь. Я оставляю дальний кончик фрезы, отгоняю его чётко по линии. Затягиваем барашечки. Ну, собственно, банк встал в пазике просто идеально. Итак, отверстие сквозное просверлено и сделано направляющие через центр, то есть диаметр, да? Теперь нам нужно сделать паз для стенок. Какой глубины делать паз? Если у вас, ну, где-то на треть фанеры. Если у вас фанера 8 мм, например, да, там сверху используется, там будет паз 1 мм 3. У меня, допустим, фанера 15 мм, если вы снизу используете такую же, я буду делать на 5 мм. Здесь нам надо будет сменить фрезу, поскольку мы будем использовать тонкую фанеру, берёзовую, легко гнущуюся, трёхслойную. Её фактическая толщина составляет около 4 мм. У меня даже получается 4,5 мм. Я буду использовать 3-х миллиметровую инкуловскую фрезу, вот, поэтому я буду делать, соответственно, два прохода внешний круг, внешний радиус и внутренний радиус. Первый заход по глубине. Почему иду медленно? Фреза очень тонкая, и чтобы её не сломать, не давать мне лишнюю нагрузку, я предпочитаю двигаться очень аккуратно. Итак, у нас получился канал глубиной 5 мм. Что теперь? Нам нужно расширить канал, но мы не будем сейчас это видеть. Мы пока откладываем этот круг и берём второй. И, не меняя настройки, прикрепляем его сюда. Итак, мы закончили делать внутренний радиус необходимой глубины, теперь нам нужно сделать внешний. Мы помним, что у нас толщина фанеры 4,5 мм. Ну, у меня лично 4,5 мм. С учётом того, что он немножко гнётся, я сделаю 5 мм. Поэтому мне нужно добиться сейчас того, чтобы сдвинуть фрезер ровно на 2 мм. 5 мм ровно. После того, как мы доделали внешний радиус, мы без изменения настроек фрезера и циркуля берём его, переставляем опять снова на первый круг и доделаем с теми же самыми настройками внешний радиус. Получается два абсолютно одинаковых круга с одинаковыми окружностями, пазами в смысле в виде окружностей, под стенки. После того, как мы это всё сделали, мы переходим к тому, что мы предусматриваем место, куда будет вставляться шланг, который будет подключаться к инструменту. Он вставляется сбоку. Мы фанеру лишнюю выгоним и выпустим наружу, чтобы потом отрезать её. Для этого достаточно приложить линеечку к любому месту, в любой точке, так, чтобы она совпала с внешним радиусом и очертить линию. На стороне круги нужно сделать то же самое, но зеркально, так как он будет накладываться сверху. Соответственно, если я прочертил это здесь, то на втором круге я в любом месте черчу в эту сторону, потому что когда они наложатся друг на друга, они должны совпасть. У меня будет вот такой шланг подключаться, 32 мм. Поэтому я буду сверлить вот таким вот у меня старенькое есть сверло на 32 мм. Чем ниже горизонтальный циклон, тем лучше. Соответственно, сильно увеличивать высоту нет необходимости. Главное, чтобы влезла трубка, к которой мы будем подключать. У меня тут есть такой кусок старой половой доски. Он 50 мм. Мы его будем использовать. Теперь как мы будем делать? Изнутри должна быть максимально гладкая окружность, поэтому я собираюсь наложить его вот по этой линии и прям фрезером по этому же радиусу срезать его. Теперь здесь. Здесь мы будем сверлить. Я себе отметил здесь 50 мм по ширине, чтобы убедиться, что они влезают. До того, как начнется срез. В это вот отверстие я просверлю сейчас односкольшее поделье. Вот я выставил по внутреннему радиусу фрезу. Почему по внутреннему? Потому что бобина, в которую выставляется патрубок, будет являться продолжением стенки. Так. Теперь мы можем сделать срез. Вот как это будет встроено. Соответственно, отсюда пойдет дальше стенка. Сюда стенка зайдет за ней. Я ее зажал в тиски. Теперь мы будем с ней колдовать. Нам нужно сделать в ней отверстие. Может кто-то сначала наоборот просверлить. И возможно так будет удобнее. Даже иметь сюда отверстие. И только потом обрезать брусочек. Ну, я решил попробовать так. Мы прочертили полосу. Я установил заново в 3-х миллиметровую фрезу. Выставил ее по внутреннему радиусу патика. И сейчас мы добавим пару миллиметров для второго. То же самое проделаем со вторым брусочком. И у нас получается абсолютно симметричный. Зеркально симметричный для другого подготовленные пазы. Что я сейчас хочу сделать? Для улучшей герметизации я хочу срезать этот кончик. Перпендикулярно. И даже не только срезать, а сделать сюда выемку. Теперь мы делаем стенки. Делаем из трехслойной фанеры. У нас должна получиться вот такая штучка. Я просто взял обрезок. Он пока мне не подходит. Много его не хватает, к сожалению. Поэтому сейчас буду делать еще один. Хочу обратить внимание, что трехслойный фанер внесут только в одном направлении. В том, где у нее два слоя поперечные. В продольном он огнуться уже не будет. Нам нужен именно срез поперечный, чтобы отогнулся. Тогда мы сможем его вставить в пазы. Бабушка для патрубка после того, как я отшлифовал по высоте 48,5 мм, плюс два паза по 5 мм у меня вверх и вниз. Соответственно, нужно 58-59 мм примерно. Получилась вот такая вот палаточка. Сейчас я уберу заусенчики и мы продолжим. Так, я довел фанерку, подрезал немножко и подшлифовал. Исправил небольшой косячок тут на ней был какой-то заводской. Делаем примерочку. Как видите, она стала отлично. Там практически заподлицом. Здесь примерно 4-5 мм она выпирает. Здесь тоже, что позволит в верхней части одеться на ней. Если дерево сухое, впитывается хорошо клей, не жалейте его. После того, как мы все закрепили, теперь надо дать этому делу просохнуть. Три ножки быть пленой из остатков этой фанеры. Почему три? Почему не четыре? Три ножки это всегда устойчиво. Любая плоскость строится по трем точкам. Поэтому на трех ножках, на любой даже наклонной немножко плоскости, эта штука будет стоять всегда устойчиво и хорошо. На четырех ножках она уже может болтаться. Ну вот, процесс клейки подошел к концу. Снимаем струбцину. Почти готово, но еще не все. Теперь нам нужно определиться, где у нас будет проходить паз для вылета стружки. Для этого мы рисуем здесь, где находится фанкл. После этого мы рисуем перпендикуляр к любой из этих двух линий. Это будет у нас оси Х. Нам сейчас удобнее будет так считать. И я себе для удовольствия провел перпендикулярный оси Игрик. Вот. Теперь. Вот отсюда нам надо отмерить 60 градусов. Для этого это сделать очень просто. Достаточно отметить на оси Х 5 сантиметров, на оси Игрик 10 сантиметров, провести линии, получить точку. Эта точка будет примерно 60 градусов наклон. Я сейчас нарисую. Все. Вот этот вот сектор мы не вырезаем. Какой ширины должен быть фаз? 25-32 миллиметра. Хотя некоторые делают уже, некоторые делают шире. Мы сейчас будем использовать такую буршевскую пазовую фрезу 25 миллиметров. Канал будет немножко шире, чем 25 миллиметров. Мы его в итоге сравним с стенкой. Но я отступлю 5 миллиметров. 25 миллиметров выставлено по внешнему радиусу 18,5 сантиметров. И мы начинаем резать круг. Начинаем чуть подальше от нашей отметки. И мы начинаем чуть подальше от нашей отметки. Как видите, все снова в пыли и стружку. Уже четыре раза убирался. Что дальше? Дальше у нас осталась вот здесь такая маленькая ступенечка. Мы ее сразу не брали, потому что фанера все-таки может где-то быть меньше, больше. Так, я поставил сейчас пазовую фрезу, извиняюсь, коробочную фрезу на 16 миллиметров. Здесь подшипничек снизу. Это очень важный момент. Надо опустить фрезу в рабочее состояние так, чтобы фанера, которую мы будем убирать лишнее, находилась где-то примерно посередине этой фрезы. И подшипничек убирался в стеночку. Значит, с какой стороны идти? Мы идем с этой стороны туда. Почему? Фреза вращается вот так вот. И она будет как бы вгрызаться и убирать лишнее. Вот. То есть ее будет тянуть влево, а подшипник будет не давать это делать. Если мы будем идти наоборот, с этой стороны, у нас будет постоянно выкидывать. Уборки тут. Итак, разгреваем наши завалы. Хочу сказать, не пытайтесь повторить это дома, но на самом деле это один раз делайте. И после этого у вас уже всегда 95% мусора минимум будет оказываться внутри этого бафа. Поэтому это самая последняя грязная работа, которую надо сделать. Собственно, нам нужно сейчас немножко подшкурить краешки. Вот вы увидите, что получилось полностью заподлицо прям. Ну, сейчас уберется лишнее кусочки клея, ковиди выпирает. Переходим к центральной части, верхней части бабушки. Его можно сделать чего угодно. Наклеить опять что-нибудь и так далее, и просрыли дырку под шланг насквозь. Я отрежу две полоски 15-миллиметровой фанеры, скреплю вместе, приклею сюда. Вот. Получится у меня суммарно 45 миллиметров до толщины. Этого будет достаточно для того, чтобы шланг очень крепко держался. Шланг у меня... Вот такой конец. Старый шланг какой-то. Ну, в смысле старый пылесос. Он 34 миллиметра. У меня такого сверла, к сожалению, нет. Поэтому я, скорее всего, просрылю 32-миллиметровую и немножечко его разболтаю. Вот. И, возможно, потом фрезером просто сниму немножко дополнительные кромки. Ну, получилась такая вот бабушечка сверху. Сейчас еще снизу немножко уберу, здесь заусенчики. Так, сейчас я немножко приберусь и будем клеить ее. Итак, после 28-мой уборки приложу. Сейчас мне нужно здесь сделать дырочку вместе с этой штукой. Как-то ее прикрепить так, чтобы все отверстие было ровно по центру. Что я сейчас собираюсь делать? Я сейчас просверлю здесь отверстие сквозное. Сверлом сразу как бы воткнусь вот в эту точечку. Вот. Стараю сверло и вот именно таким образом я все это дело приделаю в итоге. Так, вот дырочка, вот дырочка. Сейчас мы будем совмещать. Говорительно все промажем клеем. Вот. Я оставил прям сверло там, пока что. Чтобы центр был намечен. Что теперь собираюсь делать? Маленький фитерс. Я взял на саморезом 41, потому что два слоя это 30, фанера 15, еще нижний того 45, чтобы не пройти до конца. 41 я вместо этих сейчас закручу. Более длинное. Вообще можно без самореза. Можно все склеивать и ждать. Я, к сожалению, просто не успею доснять этот ролик. Бабушка размещена на месте. Это отверстие из идеальной середины. Процесс медленно, наверное, идет. Что мы имеем? Мы имеем 34 миллиметра ровный. Ставим фрезу с подшипником сверху. Вот у меня есть такая вот фреза. Еще одна фитовская. Здесь сверху подшипник. Я его опускаю, упираю сюда и фрезу начинаю снимать. Ну вот я почти закончил. Мне осталось немножко максимально до стороны фрезу, так, чтобы она все еще держалась прочно. Мне не хватает буквально полсантиметра. Ну, надо проверить, подходит ли шланг. Сходит идеально. Очень поздно сидит. 3-4 миллиметра, как мы и собирались делать. Вообще, я рекомендую просто все стыки пройти с герметиком. Ну что, друзья, надо дать этому делу немножко подсохнуть. Герметику схватиться. Ну что ж. У нас завершающая, для кого-то даже самая интересная часть, это испытание. Чего у нас в итоге получилось? Я уже вынужден собираться, поэтому, к сожалению, не смогу показать там своих вариантов крепления крышки к баку. Но здесь нет ничего сложного. Кто-то крепит вообще жестко саморезами, кто-то барашками, кто-то накидными петельками. Это уже на ваше усмотрение. Главное, чтобы она плотно прилегала. Вот что у нас в итоге получилось. У меня уже более-менее подсохло. Хотя еще не до конца. Нам это не помешает. Сейчас, чтобы продемонстрировать, я прикреплю его просто к бакустропцидным. Итак, вставляем пылесос вверху. Все, он нас высасывает. У меня есть такие, короче, шланг от одного пылесоса автомобильного. Еще накопал такой вот маленький тоненький шланг от чего-то. К сожалению, он большую стружку не пропустит, потому что у него очень маленькое отверстие. Здесь у меня мизинец туда струна проглезает. Ну, чтобы затестировать, нам хватит на самом деле. Ну, для начала включим, посмотрим, как это работает. Герметичность отличная, всасывается очень хорошо. Вот. Пустой контейнер в пылесосе. Я его закрываю. Итак, сейчас мы разберем, всю эту пачку выводим сюда. Ух! Вот столько у нас опилок тут. Все, в опилках. Опилки мелкие. Тут и от шлифовки, и от фрезера, и какие-то более крупные стружки попадаются. И мы сейчас все уберем. Ну, я надеюсь, что тут все пролезет. Если все не пролезет через тонкий шланг, значит, я пальцами это вытащу. Вот, тут даже есть такие... Какие-то попались у меня для кабеля-держателей. Короче, всякая фигня. Держатель для кабеля не пролез. Мы его уберем. Поехали дальше. Давайте посмотрим, что получилось. Давайте посмотрим, что получилось. Начинаем с пылесоса. Как видите, контейнер пустой. Здесь есть очень-очень-очень мелкая пыль. Мелкая-мелкая, которая после шлифовки образуется. Ее, к сожалению, может остановить только хепа. Кроме хепа, ее практически ничего не фильтрует. Стружки нет вообще, опилок нет. Пустой контейнер. Только очень мелкая дисперсная пыль. Давайте посмотрим, что у нас внутри нашего монстра. Чудище. Убираем крышку. И вуаля. Вот оно все здесь. Видите, вот эта вся масса в пылесос не попала. И в это все самое большое, офигенное преимущество, из-за чего можно обычный пылесос, особенно если у него есть хепа-фильтр, использовать как промышленный пылесос. Просто через наш самодельный горизонтальный фильтр-циклон с сборником опилок, стружек и так далее. Пропускная способность зависит только от величины шланга. Если у меня, допустим, на пылесос идет большой шланг, 40-миллиметровый, то сейчас я тут в тестах использовал маленький вот такой вот. Соответственно, шланги просто используйте те, которые вам нужны, с переходниками, либо напрямую с инструментами. Большая часть будет засасываться. То есть, меньшая часть будет западать вокруг. Это замечательно. Большое спасибо всем, кто смотрел этот ролик. Вот этот парень, да, в красной кепке. Ты зачем дизлайк ставишь? Ну, бери его давай. Да, Паша, привет. Абон, да.